Ух! Компот-то как бодреть! Ёлочка, ёлка, лесной букет, Мы приглашаем на праздник скорей. Пусть эта ёлочка в праздничный час Каждой иголочкой радует нас. Радует нас. Так вот, что же подарить своему коллеге-видеоблогеру на Новый год? Правильная реклама, она всегда не бывает лишней сегодня. Я вам расскажу и в конце мы сделаем вывод, стоит ли дарить какому-нибудь из своих блогеров или себе же самому на Новый год подарок в качестве рекламы на канале Немагия, на лайв-канале в начале ролика как это сделал я в июле месяце этого ещё не ушедшего за бугры года. Давайте начнём. Значит, что у нас есть? Где здесь реклама? Вот она, самая эффективная реклама на втором месте после основного канала. Реклама на лайв-канале в начале ролика. Цена в начале ролика 7300 рублей длительность 7-9 секунд и при всём при этом рассказывать о вас будут не Лёша, вроде его зовут с Мишей, а какой-то там оператор. Вообще, по-моему, на лайв-канале у них в роли оператора выступает штатив. Не знаю, каким образом он это будет озвучивать, но да ладно. Следующий же пункт больше походит на правду это реклама в начале ролика на лайв-канале качественная. То есть, они подразделяют два вида рекламы. Качественная и некачественная. Это уже немного странно, потому что, в принципе, мне кажется, нужно быть немножечко выше и считать свою рекламу любую рекламу качественной. Но, ладно. Стоит эта реклама сейчас, внимание, 15100 рублей. А теперь давайте посмотрим, за какую цену я брал эту рекламу в своё время, потому что многие могут подумать, откуда 15000 выкинуть просто так на немагию? Денис, как ты мог это сделать? Нет. 15000 нет. Я выкинул в своё время 3600 рублей. Было это примерно 5 месяцев назад. 29 июля я написал Михаилу, связался с ним, сказал, что хочу заказать рекламу в начале ролика. Стоила она на тот момент времени 3600 рублей. То есть, это, если так грубо прикинуть, ну, чуть меньше, чем в 4 раза. То есть, почти в 4 раза цена увеличилась за какие-то 5 месяцев. И, в принципе, по просмотрам я бы не сказал, что у него уж сильно рванули вперёд. Значит, Михаил ответил быстро. Сразу же я отправил, прислал ему 3600 рублей. 3618, если быть точным, потому что комиссия на Яндексе была. Ну и, собственно, всё. Ничего мне не написал он. Ни спасибо. Я, на самом деле, начал переживать, потому что Михаилу ничего не написал. Ни спасибо, ни принято, ни через какое время мне ждать ролик. И всё. То есть, просто он замолчал. Я вот время летом уехал в Орлёнок работать. И, собственно, немножечко даже забыл о том, что я заказал рекламу. И только 16 августа, то есть спустя 18 дней, Михаил сам написал, что реклама вышла. В этом понимании большой респект, потому что многие, тот же самый Ларин, они не пишут тебе уже, когда вышел ролик. То есть, о тебе забывают, как только выходит реклама. И, в принципе, ты им не нужен. Всё, сам там ищи где-то в буграх канала. Здесь же всё мне написал Михаил. Если бы не он, я бы даже не посмотрел, потому что там я ни магию вообще не смотрел. Я вообще редко смотрю их канал, на самом-то деле. Итак, давайте откроем тот ролик, на который вышла реклама. Он вышел весьма хайповым. То есть, можно сказать, что мне повезло в этой бесконечной рулетке рандомных рекламных роликов, потому что вышел это на видео iGAM, кидал его 100%. Это как раз был момент хайпа с пабликом iGamer, когда они разыгрывали Бэхо вроде бы. И эта Бэха досталась какому-то не совсем честному победителю. То есть, видно, какая-то там была уловка, мошенничество, и не магия сняла на эту тему ролик. Причем, ролик вот такого формата. То есть, все видео, они были в небольшом расфокусе. Неплохо по просмотрам. В принципе, полмиллиончика на данный момент времени. И давайте посмотрим, как выглядела реклама. IDNHD Это совершенно разнонаправленные рубрики. Креативные и качественные отчеты с известных мероприятий. Куча развлекательных и познавательных программ. Например, еженедельное шоу Жизненно. О съемке и монтаже видео. Я думаю, что с Ларином здесь смысла сравнивать даже вообще нет никакого. То есть, цена почти такая же, но качество, вы посмотрите, и количество просмотров гораздо больше, и самое главное, мне уделили много времени. То есть, 17 секунд ровно была моя реклама, а в прайсе указано, что длительность до 17 секунд. То есть, у меня прям максимальный прайм-тайм, максимальное эфирное время и магии выделило. Ну, согласитесь, очень качественно. То есть, во-первых, они все хорошо озвучили. Во-вторых, не промямывали, как это сделал Ларин. То есть, качественная такая озвучка в формате в формате канала на самом-то деле. У меня была небольшая улыбка. То есть, мне было прикольно видеть себя в таком качественном блоге. И ссылочка здесь есть красивая, желтенькая. И, в принципе, роликов они много моих скачали. И на фоне есть канал. И канал сначала был в фокусе, потом в расфокусе. То есть, ну, большая работа. Ну, не то, что большая, конечно, быстро все это можно скачать, сделать. Но все равно приятно то, что не просто показали вот шапку канала, как это сделал, блин, Ларин. И все это на 4 секунды. А тут, действительно, 17 секунд в начале ролика без всяких там заставок. Все очень хорошо, все качественно. И в плане этого, если вы собираетесь брать рекламу у Немагии, то можете быть уверены на 100% в том, что за качество отвечают ребята. Конечно, по срокам это довольно-таки долго. Несмотря на то, что у них видео на лайв-канале чуть ли не каждый день выходят. Ну, в принципе, больше 200 просмотров. Тысяч, я имею ввиду. Видео точно набирают. Ну, не точно. Бывает и 180. То есть, как повезет. Например, рулетки у них вообще за месяц полмиллиона вполне себе набирают. Там что-то с Борецким, если 800 тысяч, как вы видите. То есть и миллиончик можно схватить, если повезет. Например, итоги боя тоже полмиллиона за неделю набрали. Так что здесь вот, как бы, тут 50 на 50. Повезет вам, не повезет. Но, скорее всего, просмотр свои вы получите. И рекламу качественную тоже. Ну ладно, за качество плюс, за сроки небольшой минус. Ну, в принципе, можно понять, я особо там не злился на них. Теперь давайте посмотрим по графику, что случилось с каналом, с подписчиками, когда вышла реклама от Немагии. Итак, Cotton Graphics 27 июля. Ну, я просто загрузил, чтобы хотя бы видеть примерно, что и как было. Значит, с июля у меня тут в начале по 110 подписчиков прибавлялось. Ну, там, видимо, после Alpha Future People случился такой революционный переворот. И люди как-то обо мне узнавали, там, за счет еще хайпа с Ван Гайем и так далее. Тут небольшой скачок еще 10-го числа произошел. Я, кстати, не знаю почему, не помню, честно говоря. То есть за 6 дней до выхода ролика от Немагии. Вот, 92 человека сразу подписалось в один день. Потом спад опять резкий. Ничего вообще, по 3 подписчика, по 0 даже подписывались. Ну, хоть не отписывались, спасибо на этом. И здесь, конечно, скачок есть, вот он виден сразу. То есть за 16-е число, как только вышел ролик у Немагии, добавилось 68 подписчиков. 68 человек. Конечно, не очень много. За 10-го числа почему-то больше прибавился. Я даже 10-го числа реклама никакой вроде не выходила. Ну, и потом пошло резко на спад. 33, 9, 12, 9 и так далее, как обычно подписывались. Ну, примерно, можно сказать, где-то 100... Ну, 105 человек примерно подписались, если вот так вот сутить, перейдя от Немагии. Это мало, на самом деле. В принципе, сравнимо с ларинским... С ларинским пиаром в конце ролика, промямленным голосом. Ну, что хочется сказать. Я понимаю постепенно, что такая реклама, она уходит в никуда. Согласитесь со мной. И я больше, наверное, не буду заниматься подобными вещами, потому что, ну, считайте, платишь много, а получаешь не так уж и много. То есть, конечно, да, появляется некая узнаваемость, но я понял, что коллаборации, я понял, что какие-то яркие названия в роликах, они поднимают вашу популярность, поднимают подписчиков и, в принципе, получше, чем, например, реклама у Немагии. 3600 еще нормально для такого скачка, но 15000 рублей. Пишите, взяли бы вы такую рекламу? Такие дела, что хотел, то и получил. Может быть, не совсем то, что я хотел, но... Все равно, ребят, нормально, нормально. Не будем сейчас злиться на Немагию. Но свое дело они сделали хорошо и качественно. Гораздо лучше Ларина. Хотя бы нету такого наплевательского, пофигистического отношения, как у этого блогера. В конце ролика не советую, потому что у них бывают там и по 20 минут видео, которые не все до конца досматривают. То же самое, что и с Ларином. Здесь рулетка вам точно... Вам повезет. То есть, не задумываясь, но 15... Стоп! Блин, ребят, я не знаю. Давайте. Спасибо, что смотрите. Увидимся, наверное, уже в следующем году. Я расскажу вам еще о Гоше продакшн пранк. О жизни YouTube паблики, когда я там рекламу заказывал. Если вы, конечно, поставите лайки и будете делать репосты. А если наберется 2000 просмотров за 3 дня, то я сразу же, вот как только 2000, если за 3 дня наберутся, прям так быстро, хайпово и много лайков, то я сниму сразу следующий ролик без какой-либо там очереди в несколько месяцев в промежутком. Так что давайте. Я вас люблю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока. Люблю тебя. Зрите. Друзья, отниму у вас буквально несколько секунд вашего драгоценнейшего времени. Скоро Новый Год, все это прекрасно знаем. А где ночь Ди никогда не обходится без специальных видео под Новый Год, и этот год не исключение. В это воскресенье мы будем снимать новогодний огонек, который, если все будет успешно и хорошо снят, будет транслироваться в новогоднюю ночь в час ночи. Я впервые хочу нижегородцев пригласить на свои новогодние съемки. Нужно ваше хорошее настроение, ваши замечательные аплодисменты. Ну и кто-то над моими смешными шутками должен смеяться, конечно же. В общем, заочно встретим с вами Новый Год. Все, конечно же, вход бесплатный. Будем снимать мы это в кафе Мята. Находится он по адресу Алексеевская, 24. Это центр города. Вот здесь вы видите фотографию. Вот там в подвале вход, увидите, будет написано Мята на доске. С собой берем друзей, хорошее настроение, и если будет возможность, новогодние петарды, хлопушки, игрушки, потому что в конце нашей программы пойдем все это запускать. И вообще берите с собой любую новогоднюю атрибутику, новогодние колпачки, и вообще будет очень весело. Я вас очень сильно жду, ребята. Встречаемся 27 числа у входа в 12 часов дня. По возможности возьмите с собой деньги, потому что сходим, наверное, перекусить, сделаем перерыв, так как съемки будут долгие, приготовьтесь к этому. Ну или что-нибудь перекусить с собой возьмите. В общем, я вас жду, люблю, и очень надеюсь на то, что вы мне поможете. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!